Несколько слов про национализм. На мой взгляд, национализм, так же как и его разновидность патриотизм, связаны с комплексом неполноценности и с чувством собственной ущербности. Почему? Ущербный человек самоутверждается за счет унижения других. Я хороший, потому что они плохие. И на чем это может быть основано? Вот как раз на национализме. В частности, не только на национализме, конечно, но в частности национализме. То есть, основа национализма именно такая, что моя нация лучше других. И с другой стороны, я часть нации. Соответственно, я не ущербный, я не ничтожество. Я часть чего-то большого, великого. Поэтому я имею ценность. Поэтому я что-то значу. Не потому что я чего-то достиг в жизни. Не потому что я состоялся. Не потому что я развился. Не потому что у меня есть реальные достижения. Потому что я просто родился вот в этой нации. И мне вот так вот повезло круто. Вот отсюда все эти вопросы про гражданство, кто как живет и зависть к людям с каким-то паспортом и все прочее. Да. Это от ущербности. Потому что люди не проживают свою жизнь. Это от неполноценности. Комплекса неполноценности. При этом презрительное отношение к другим людям. Вот. Национализм, как и патриотизм. Понимаете? И все-таки, вот смотрите. Да. И вот сейчас вспомним. Ну кого? Иисус Христос, например. Да. Иисуса вспомним. Он преодолевает национализм. Когда он говорит. Нет ни Эллина, ни Иудея. Это очень мощный прорыв. И в то же самое время, посмотрите, как интересно. Он заявил и о том, что он царь иудейский. То есть, что я здесь вижу, как я это интерпретирую. Вот это ниже он в себе, это тонкое чувство Родины. Может быть, это как раз связано, очень сильно связано с тем, что закладывается в детстве и в подростковые годы, с подростковым импринтингом. Это сложно, сложно очень преодолеть. Но вот мы это видим тоже. Тонкое чувство Родины. Которое тоже... Которое... Вот сидит в человеке, да, как с занозом. Можно ведь сказать, что это и... Такое чувство хорошее, потому что, по крайней мере, он себя царем назвал. А ведь кем он был? А был он... Где он родился? В какой семье? Да в самой обыкновенной простой. Да где-то в Хлеву родился, в бедной семье. Кем он стал? Но он не стал царем. Понимаете? Он царем-то не стал, да. Но... Видимо, тут тоже очень такая... Есть... Я здесь вижу линию как раз духовного развития. Личностный рост важнее карьерного роста. Личностный рост, интеллектуальное развитие важнее развития материального, да, роста материального благосостояния. Быть может, вот за это Иисуса и ценят. Это так вот... Если копнуть, да, глубоко. За его интеллектуальный личностный рост. А не за карьерный и не за рост материального благосостояния. Он остался бедным. И он не стал политической фигурой. Лидером нации, да. Но в нем было это чувство Родины. Чувство Родины для духовно развитого человека. Чем оно может стать? Чем оно становится? Ну, некой... Ну, некой жертвенностью, получается. Жертвенностью, да. Человек жертвует... Собой. Своим благополучием. Своим... Рати духовного развития. Потому что... И интеллектуального развития. Потому что Родине, его Родине, важнее духовные ценности. Вот опять. Примат... Ну, ладно. Примат, что-то вот это слово, да. Примат, это как и обезьяна приматы. Мы очень много говорим о приматах, потому что люди себя ведут как приматы, да. Лучше скажем так, преимущество. Да, чтобы не было такого... Такой комической двусмысленности. Мы же любим посмеяться тоже. Преимущество духовных ценностей, без которых не может существовать... Не может существовать мир. Вот как я вижу. И он поднялся ведь, поднялся, понимаете. Подняться над национализмом. Подняться над... Религией. Он же не создавал христианство-то. Христианство создали уже другие люди. А вот... Иисус просто прожил жизнь. Просто развивался. Вот его Нагорная проповедь... Посмотрите, пожалуйста, кто хочет. Я анализирую с психологической точки зрения эту Нагорную проповедь Иисуса Христа. Она очень глубокая, мудрая. Вот что это такое. Это, конечно, и одиночество. И одновременно... Ну, потому что все лучшее в одиночестве рождается. И любовь на самом деле... Вот посмотрите, да? Ведь... Источник счастья во мне самом. Только я могу себя сделать счастливым. Опять, одиночество. И никто меня не может сделать счастливым. Я одинок в этом. В этом вопросе. То же самое любовь. Я могу разделить эту любовь. с другим человеком. Я могу поделиться своей любовью с другим человеком. Но я не могу себя заставить любить. Например. Поэтому вот... Это бесполезно. Это тупиковый путь. Допустим, выпрашивать любовь. Да. Когда есть страх, меня не любят. Да, к примеру. То тоже. Это страх. Там, где страх, там нет любви. И, наконец, вы не можете принудить к любви. Насильно мил не будешь. И вот смотрите. Я с чего начал. С национализма, да? Там национализм, это якобы, и патриотизм, это якобы любовь. Но на самом деле, да, к родине, к нации. Но на самом деле, это выпрашивание этой любви. И принуждение к любви. И вот здесь лучше всех, наверное, про любовь написал Эрих Фром. Ну, ладно, не лучше всех. Многие высказывались и писали прекрасно, да? Но он, может быть, больше всех написал. Но искусство любить, да, там, к небе. И вот он пишет об этом, о любви. Да, что любя себя и любя другого человека, я люблю весь мир в нем, в этом человеке. Невозможно любить одного и ненавидеть всех. Я люблю весь мир. И вот любовь нас объединяет как раз и поднимает над вот этими всем, над этими всеми разделенностями, над этими ограничениями, над страхами. На нашем существовании, таким ограниченным. Вот это я хотел вам сказать. Любовь помогает преодолеть ущербность, комплекс неполноценности и стать счастливым, полноценным, уверенным в себе человеком, у которого все хорошо. Потому что, когда я уверен в том, что у меня все хорошо, и у другого все хорошо, это говорит о том, что я наполнен любовью. И я знаю, что каждый, кто наполнится такой же любовью к себе, сможет справиться абсолютно с любой ситуацией. И увидеть в любой проблеме возможности, и быть в ладу со всем миром, не врагов видеть, а друзей, и выйти на совершенно иной уровень жизни и качества жизни. И не ненавидеть, а любить это сложное чувство поначалу, которое станет потом очень простым и красивым, и легким, и будет настроением всей жизни.